В эфире программа «Право от слова» у микрофона Олег Усас. Сегодня у нас в гостях Суслан Гусейнов, архитектор, художник и дизайнер. Суслан, вы так интересно рассказали о своих работах, а где их можно посмотреть? Как часто у вас проходят выставки? — В последнее время, как я решил вообще выставляться, это вообще тоже удивительный момент. Я, будучи главным архитектором, у главного архитектора очень мало времени, но все-таки я после рабочего дня спешил в свою творческую мастерскую. — А вы были, извините, главным архитектором где? — В разных фермах. Будучи главным архитектором, в Подмосковье построено очень много поселков. Это, в частности, поселок Тарасовка, Жуковка. Дальше идет целый ряд поселков, которые по моему проекту реализованы. — Некоторые поселки в стадии проектирования, некоторые уже реализованы, и они очень успешно сейчас. И многие покупатели, которые там дома купили, подчеркивают, что это очень удобные поселки, и зона рекреации очень грамотно организована, и все это так. Но помимо архитектуры, у меня все-таки всегда была интересна эта художественная сторона человеческой деятельности. И поэтому я после каждого рабочего дня спешил к себе в мастерскую, и я делал это первое время просто для души. Мне было интересно, а что получится из этого материала, и что получится из этого материала. И так у меня накоплено было очень большое количество работ до того дня, пока у меня случайно был у меня знакомый скульптор, она очень известный скульптор. И она говорила, Суслан, ну, такие вещи нельзя скрывать, где-то у себя держат, надо где-то выставлять, действительно. И я, когда другой взгляд видел мои работы, я подумал, а действительно, может, это интересно. И когда первую я выставку делал, ну, там было, правда, две работы на Кузнецком мосту. И когда я видел реакцию вообще, ну, не мировых, а московских критиков на технику из песка, которые сделаны работы, тогда был вот это как раз этот слон. И московская критика именно художественных работ написала, надо следить за этим художником, если у него эксперименты из песка вот именно вот так вот до такой тонкости доведены, то надо следить за этим. Мне было интересно просто, как люди думают. Это было уже 90-е годы, да? — Да. И потом уже начал я и тканевый, а сейчас, если сказать, как часто, вот только в 13-м году у меня было выставки где-то три, а вот в 14-м году уже за полгода у меня четыре выставки. — Все в Москве, да? — Да, все в Москве. Недавно была выставка в Московской городской думе, очень на высоком уровне прошла эта выставка. И после этой выставки сразу начал поступать разное предложение, что давайте у нас устроить, давайте. Сейчас у меня непосредственно кому интересны эти работы, проходит в постоянном представительстве Дагестана при президенте Российской Федерации. Эта выставка будет длиться до сентября месяца. Поэтому все, что вот видно, все, что где-то представлено на фотографиях, они никакого представления не имеют. И действительно, кому это интересно, это только надо оригиналы видеть, только материал почувствовать. Потому что еще техника не дошла до того уровня, что есть фотографы, которым это интересно, как вот стекло, как стеклянные работы, как так показать, чтобы такое хотя бы приблизительное впечатление было, как от оригинала. У меня на последней выставке были всемирно известные фотографы. Они сейчас фотографировали. Правда, какие у них результаты, я пока не знаю. Но они уверяли меня в том, что все-таки мы добьемся того, что ваши работы, как вот на выставке видно, показать все-таки можно. А главная работа, какую можно считать на этой выставке в дагестанском представительстве? Вот то, о чем более всего гордитесь. Ну, это неблагодарный вопрос у художника, какая главная работа. Все-таки работы, они каждые свои. Например, в семье доведется побывать, и не хватит времени. Вот что прежде всего я должен посмотреть? Прежде всего. Ну, там самая такая кропотливая работа, я считаю, это вот Москва-Сити, вот который из стекла сделан. Из стекла, который меняется. Потом я в последнее время начал из стекла создавать портреты. Я там сделал портрет президента Дагестана, Абдулатипа Рамазана. И можно взглянуть на эту работу тоже, очень интересно получился. Она тоже как прозрачная глубина, вот видно там. Это материал стекло, она дает такой эффект, что как будто прозрачно проникает в эту работу. Не отталкивает, а тебя вызывает, зовет. Это вот эти светлые места, там полутени, которые вот, когда ты создаешь из... даже при открытии отметили этот момент, что ваши работы, они, когда подходишь к ним, они как притягивают, и около работы посетители находятся очень долго. То ли пытаются понять секрет работы, то ли действительно интересно, я не знаю, мне как автору это сложно сказать. По крайней мере, может быть, они раньше подобного не видели, подхода к изображителю. Да, действительно. Да, и какие у вас планы? Наверняка есть какие-то задумки, вот что нового вы откроете для нас? Вы знаете, планы огромное количество, планы связаны в большей степени с властями города, и не побоюсь этого слова, властями даже государства, потому что, это я почему говорю, меня пытались в этом смысле президентам международного туристического комплекса Москвы привлечь на международную туристическую выставку с тем, чтобы в Москве сделать из моей мастерской как туристическую точку. Она у вас в центре города? Нет. Я к этому введу. Во-первых, казалось бы, если так посмотреть, что творится во всем мире в этом плане, есть некоторые художники, которые создают картины из шурупов, есть некоторые, которые создают из кинопленок, но они настолько разрекламированы, настолько это везде, о них слышно, что они при первой же знакомстве с этим государством, как достоинство этого государства выходит этот художник. А тут я не говорю, что я такой уникальный, но те вещи, которые я делаю из материалов, ну, действительно, это я не от себя говорю, это на высоком уровне, на экспертном уровне признано уникальными, но в то же время про них очень мало людей знают. И то, что вы довольно-таки давно этим занимаетесь. Да, давно, во-первых, во-вторых, не знаю, как наша психология устроена, что мы у себя своих не любим, сказать честно. Ну, нет пророков самодействия еще. Поэтому я с этими выставками хотел бы все-таки привлечь внимание, я готов в этом направлении там это на ответ на ваш вопрос, какие дальнейшие планы, какие большие планы. Большие планы я хотел бы все-таки делать не те работы, которые ограничены пространством входа в обычную квартиру, 2 метра на 90 сантиметров вход в эту квартиру. Если я хочу из этих материалов, на самом деле можно создать и очень выигрышно они будут смотреться, если где-то 6 на 3 метра, 9 метров на там 8 метров. Вот если такие работы из материалов, но у меня возможности сейчас вот просто у себя в квартире, где семья живет, где это, это нереально. В то же время с одной стороны это признано уникальными, что это очень интересно и это необычно, и во всем мире этого нету, но с другой стороны это я не потому, что жалуюсь, а просто если человек настроен на это, я действительно уверяю всех, что я настроен. Кроме архитектуры, мне все-таки все это очень интересно. Во-первых, это очень красиво смотрится в интерьерах, во-вторых, это можно я помню, когда строили Сочи, это же, казалось бы, неуемная тема, перед Олимпиадой показать, помимо спортсменов, еще уникальных людей государства, и я помню, сколько я чиновникам ходил, а что можно сделать в каком-то огромном фойе спортивного там сооружения или там гостиницы, там допустим, из местных российских материалов. Это же было бы колоссальное просто это... Эту идею вы подали? Эту идею я не только подал, это я вот с этими выставками. У нас, к сожалению, вот в этом смысле, не знаю, от чего это зависит, поддержка друг друга очень такой непонятная. В этом смысле я хотел бы вот если о дальнейших своих планах все-таки найти поддержку, найти возможности, где это все осуществить и делать соответственно масштабные вещи, потому что для масштабных вещей я уже созрел. Сказать это нескромно, я имею право, потому что это уже я прошел эти все стадии становления, сейчас я хочу только на результат, только на красивый эффект, только на это. И это, кстати, не только у нас можно создать, это можно создать на международном уровне, потому что когда выставка прошла в этом башне федерации, заинтересованность была с Дубаи, с этих небоскребов, как можно было создать из стекла небоскребов в Дубае, Шанхае, потом в Гонконге, так что если в этом смысле все-таки будет, то есть у меня такие планы, сказать коротко. Спасибо вам огромное за то, что поделились этими планами, за то, что пришли к нам, пустили на свой духовный мир, ну а мы будем следить внимательно за вашим необычным творчеством. Сегодня у нас был в гостях Суслан Гусейнов, художник, архитектор и дизайнер. Всего доброго, до скорых встреч. Продолжение следует...